Регби это же воспитательный спорт, лет 200 с чем-то тому назад британцы его создали. Исходя из того, что войны в будущем сокращались для высшего света, они создали игру, которая представляет симуляцию жизни. Почему мяч это овальный мячик, овальный мячик, да, об регби? И когда мячик ты крутишь, центрифугу есть силы, он становится на ногах. И это вся философия. Если ты двигаешься, ты живешь. Если ты не двигаешься, ты мертв. И игра, она обоснована так, что если игрок падает на землю, его захватывают, то он жизнь должен отпустить, он мертвый. И жизнь не надо выкидывать вперед. Я прошу, что все додаты? И вот эта симуляция, она жизни, она и есть, эта игра, которая, когда она создавалась еще, улаживалась на патриотизм. Раньше люди, которые играли с мячом, что происходило? Пришел первый, пошел в левую команду, пришел вторым, пошел в правую. Вот в городе регби, когда это название село, недалеко от Лондона, Веб Вильямс, такой человек, который именно создал патриотизм, что каждый колледж – это одна команда, то есть принадлежность. И с другой стороны, чтобы в регби играть, морфологически каждый тип человека должен участвовать. Там нету как в баскетболе или в футболе, или в этом какие-то одного типажа, и это, в принципе, как человек, там первый и третий номер – это пятки. Будь кто, может играть в регби. Любой морфологический. У каждого своя завданья, у каждого своя функция. Если ты сильный, ты играешь первую линию, первый – номер, третий. Если ты высокий, двухметровый, как баскетболист, ты играешь до четвертой, пятой, как колено. Если шестой, седьмой – бедра, восьмой – позвоночник – это ноги, двенадцатые – тренадцатые – плечи, одиннадцать – четырнадцати – кулаки, девять – сердце, десять – спиной мозг, пятнадцать – глаза, и все вместе мозг. Это человек. И принцип шумный – никогда рука не должна учить ноге, как действовать. Нога будет идти по-другому, а рука по-другому, но они идут вместе. И чем в бизнесе, это же тоже… Чем в команде у тебя разные личности, все по-разному решают, но есть доверие, есть именно вот этот фактор. Но мы идем вместе, то у команды все получается. Да, и притом ты знаешь, где и когда использовать силу. Потому что регбисты после в третьем тайме, так и называется, после матча обе команды, они брались, это все, и потом идут садятся вместе, обсуждают. И у меня сын с шести лет играет регби, у них всегда такой, у него всегда вымеренный подход, где использовать силу. Но у них это не отпадает, когда в другой команде выходит такой большой, говорит, слушай, мы такого большого, еще захват не делали, а ну-ка, пошли. И вот этот дух очень важен, и мозги. То есть мозги очень важны в регби, то есть это не только сила, потому что экономить энергию, да, то есть очень интересный факт, когда ты делегируешь полномочия, да, ты выбираешь, кому отдаешь. Если тот не исполнил то, что ты делегировал, виноват не он, виноват ты, потому что ты делегировал полномочия тому, кто не был способен, когда ты отдаешь пас, или когда ты отдаешь полномочия, и ты не отпускаешь мяч из рук, да, что у нас получается, он должен бежать с мячом и с тобой, разумеется, у него не получается. И пока не закончился мяч, не надо ссориться. После мяча нужно анализировать, а не во время мяча, а во время мяча надо быть вместе. Так что мы вместе.